Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Блод Линус, и сегодня мы дальше проходим Бесконечное Лето, и я хочу сразу сказать, что я пытаюсь сейчас на Мику Рут выйти, и это довольно сложно, я уже прошел практически все Руты на Ульянку и тому подобное, ну, Ульянку я, конечно, не выкладывал, потому что, ну, там довольно, мне не очень интересно так показалось, и я ее прошел, честно говоря, ничего там такого необычного и нету. Но вот, что дальше произошло, вот я пытаюсь сейчас на эту Мику, да, пройти, и мне люди одни писали одно, другие другое, как выйти, я уже нашел даже, как сказать, прохождение там всякие разные, как на нее выйти, и честно говоря, везде как-то по-странному, там вроде бы то модов нету, то еще какая-то фигня, и честно говоря, не знаю, что произойдет, получится у нас записать или нет, Но я хочу сказать, что мы, вот где мы сейчас находимся, мы попадаем в подземелье, там выбор, надо идти одному, то есть, и там даже не написано, там мы встречаем Мику в подземелье, в катакомбах, и нам, опять же, не написано, как с ней идти, она просится, типа, я хочу с тобой, и там непонятно, как бы, брать ее, не брать ее, тоже непонятно, Я попытался сейчас ее вообще не брать, то есть, самому пойти, и тут я дохожу до определенного момента, я там перематывал, не читал, бах, мы появляемся в автобусе, что за фигня, не знаю, но это будет самый офигенный рут, то есть, мне кажется, как мне кажется, потому что я там немножко так узнал, там будет жесть Ну что, давайте посмотрим, как бы, опять, долгое начало такое, я, что, надоело? Все, и, кстати, Маша, какая нафиг Маша? Как будто бы тебя кто-то заставлял, заставляет, честно говоря, я не знаю, о чем они говорят Маша, ну, тут не все так просто, а, по-моему, очень даже просто, да ты вечно, хватит трепаться, марш за работу, то есть, Ольга Дмитриевна, хотя мы ее не видим Маши, мы не видим Мику, только Мику Издалека донесся голос, которому здесь не принято было возражать, автобус в миг опустел, девочка, с которой я спорил, смешно надулась, резко развернулась, цокнув каблучками и направилась к выходу Цокнув каблучками? Ее звали Маша Ладно, ты готов? Какая Маша? Перед глазами разникла женщина с выражением лица, сочетающим одновременно муки за судьбу всего человечества, надменность, сосредоточенность и усталость Да, пожалуй Отлично Тогда Мотор Мы куда-то должны поехать или что, вообще, я очень много вопросов задаюсь, я даже не успел заметить, как она вышла из автобуса, надо мной уже появилась камера Я тут же закрыл глаза, все равно ведь по сценарию я сплю Сколько же так сидеть? Десять секунд? Двадцать? Наверное, хватит Хм, какая камера? Я медленно открыл глаза и начал, эээ, невидящим взглядом осматривать автобус Точно, ведь совершенно неизвестно, как я попал сюда Что это? Икарус? Но почему? Итак, самое удивленное выражение лица, на которое я только способен Надо представить, что сидишь в туалете, читая книгу и распахивается дверь, и перед тобой стоит Генрих седьмой со свитой А ничего, что я тут, простите за выражение, большую нужду справляю Вот он удивится Я не мог сдержаться и громко расхохотался Стоп, стоп Кричала режиссер Какой режиссер? Что? Это уже ни в какие ворота не лезет Неделю снимаем материала с гульки нос Может быть, это все нам просто снится? Она подскочила ко мне Что опять-то не так? Да я тут, понимаете ли Наверное, она не оценит история про Генриха седьмого Извините Смотреть ей в глаза было тяжело Тут даже не написано Семен Тут написано Я Не потому, что я действительно расстроился из-за того, что сорвал очередной дубль А скорее потому, что просто боялся вновь засмеяться Ладно, перерыв Режиссер сняла с себя панамку и начала ей обмахиваться То есть, она режиссер, она не этот Она не вожатый Как же жарко Так лето же Метко подметил непонятно откуда-то взявшийся Шурик Без тебя, знаю, дорень За камерой лучше следи То есть, он оператор Нормально Шурик спокойно вернулся от запущенной в него панамки И вернулся на операторское место Он вообще всегда такой спокойный, расследительный И скучный, однообразный, предсказуемый Я вышел из автобуса и направился в столовую, чтобы немного перекусить Что происходит тут? Я в дверях столкнулся с Машей Какая Маша? Это ж Мику! Что за фигня? Как? Никак Неудивительно Хочешь поесть? Она некоторое время не понимающая смотрела на меня Я, честно говоря, не понимаю, но мне кажется, я уже вышел на рут этот Хотя Просто Боюсь, что это просто будет сон, и мы опять будем переигрывать Но пойдем, что ли? Странно, вроде бы Маша уже была в столовой Что, не успела пообедать? Я внимательно осмотрел ее сзади Две длиннющие косы болтались из стороны в сторону Задевая все, что встречали на своем пути Тебе вообще удобно с такими волосами? Спросил я Машу, когда мы сели за стол А что такого? Ну, они как бы длинные слишком, не? Так, руль у меня такая, дурень Как будто до этого у тебя, короче, они были, да? Она злобно посмотрела на меня и принялась яростно размешивать бомж-пакет Да Бомж-пакет это, типа Ну, вы сами все знаете Я когда-нибудь гастрит заработал с такой диетой? Да, я уже А я уже, типа, да? Конечно, весь реквизит выпил с этими деятелями Че? И что такого? Мне за работу не платят, знаешь ли Она у меня тяжелая Главная роль, как-никак, камерой пленку не пью Как будто бы на Оскар претендуешь Как знать, как знать Я откинулся на спинку стула и закурил Здесь вообще-то детский лагерь, если ты не в курсе Да? И где же ты здесь видишь детей? Маша фыркнула и ничего не ответила А ведь между тем Все великие с чего-то начинали Вот кто-то, например, с дипломного проекта Я думаю, нормальному человеку в голову бы не пришло Такой бред снимать Она боязливо Оглянулась по сторонам Удостоверилась, что кроме нас в столовой никого нет И продолжила Только наша Ольга Дмитриевна Так, тебя же никто не заставлял Да? Нехидно поэркнула Маша А что, у меня был выбор, по-твоему, или у тебя, или у всех остальных Начнем с того, что ты могла бы, например, предложить другую тему Тему ему предложить? Какую тему? Все это время Маша сыпала соль в кружку и, похоже, не собиралась останавливаться Я смотрю, ты любишь поострее Что? Я взглядом указал на кружку Черт! Что происходит, я не понимаю, друзья Так что будем пытаться проходить и смотреть, что же вообще происходит Она грохнула солонку об стол и расстроенно уставилась на горку соли Которая, как айсберг, борющаяся с глобальным потеплением, никак не хотела растворяться Ну вот Мне нестабно стало жалко Машу Да и тем более, все равно эту дрянь я есть не могу Лучше уж хлеб с майонезом На! Я продвинул к ней свою чашку Она молча взяла ее и приняла есть Они, то есть, в чашках Мивину или, как это называется Дошираки едят, что ли Даже спасибо, ничего скажешь Так это ты все виноват В чем же? В том, что отлег меня и я В общем, ты виноват Как скажешь Она какая-то, кстати, тут вообще совсем другая Тут вообще все другие Да какой фильм они снимают, вообще непонятно Маша ела молча Я докурил сигарету и затушил ее об угол стола Что конкретно тебе не нравится? Да нет, если привыкнуть, очень вкусная лапша Я посмотрел на Машу так, что без слов стало понятно, до какой степени глупым и неуместным был ее ответ А ты про фильм Про фильм Хотя бы моя роль Да почему хотя бы? Это самое главное Ты вообще читал сценарий, когда его писал? Первые два дня читал, дальше стал олень Ну, читал И что тебе? Это кажется нормальным? Что именно? Моя роль моя? Ну, то есть, моя роль, да? А что с ней не так? Я решил до конца прикидываться дурачком Хватит издеваться Если бы ее взгляд мог убивать, то смерть моя была бы не из легких Хорошо, хорошо Успокойся Маша пристально посмотрела на меня А что плохого? Обычно девочка... Да Что? Таких же много, так? Она сначала покраснела, потом посинела, потом позеленела Не уверен, что на самом деле именно такая гамма красок сменилась на ее лице за долю секунды Но выглядела Маша угрожающе По-моему, это отвратительно Внезапно успокоившись, сказала она А по-моему, нормально Не может же фильм или книга, допустим, состоять только из положительных, умных, красивых персонажей Нужны герои второго плана Да, но не второго эшелона Как будто бы в жизни мало таких Но я не такая Так ты играешь не себе? Йоп, прям-то начало мне надоедать А вот люди посмотрят и скажут И сразу скажут Маша дура Я закрыл лицо руками и опустил голову на стол Хорошо, какой выход из сложившейся ситуации? Не знаю Просто все плохо А того, что ты будешь ныть и возмущаться, станет лучше? Я не ною А я не слышу как будто бы Хотя лучше бы и не слышал Знаешь что? Я приоткрыл один глаз и посмотрел на разгневанную Машу Ну? Ты бесчувственная скотина Как вам будет угодно, мадемузель? И... Она не успела закончить фразу Дверь распахнулась У порога послышались веселые крики Маша Нян Семен Кун Чё? Какая Маша Нян? Опять эта бесноватая Господи, за что мне все это? Славя Тут уже бесноватая? Чё? Я поднял голову и скептически посмотрел на бежавшую в столовую девушку Это Саша Саша Не Славя А Саша Одна из главных героинь Если сравнять ее в реальной жизни И того персонажа, которого ей стоит играть То Машины слова О несправедливости этого мира Могут показаться не такими уж глупыми Хотя с другой стороны Саше не откажешь наличие актерского таланта Так как Перевоплощаться на экране Я же тебе тысячу раз говорил Не называй меня Маша Нян Маша скрешетала зубами Ладно, тогда Матян Можно-можно Тут, короче, Славя себя ведет как Если честно, я не знаю даже как кто Какая-то Обычная девочка, которая Очень переполнена эмоциями Саша рывком пододвинула стул и села рядом со мной Чёртова Виабу Чё? Как таких вообще в институт берут? Ня-ня, о чём вы разговаривали? Что? Оно типа анимешное или что? Саша, похоже, не услышал реплики о своих Проф-непригодности А мы тут обсуждали, что конкретно Маша Нян Не нравится в сценарии Я тебя сейчас понякаю тот То есть Это Вот эта девушка, которую Сделали вот эту Мику Она Она сама как анимешка То есть её сделали То есть в реале, да? То есть по сюжету А тут она наоборот против анимешников А Славя, которая была всегда рассудительной И такой, ну, нормальной девушкой Какая-то някающая Кавайная Жопа, не знаю Она попыталась ударить меня в лоб Но я ловко увернулся И её кулак звероха там Опустился на стол Саша вскрикнула и содрожала Видишь, как она недовольна Пытливый, юный, умный Ищущий компромиссов Который готовый На долгой и кропотливой работе К самотречению Отказывать с леном материального мира А всё ради чего? Ради истины Ты такой умный Мурлыкнула Саша и обхватила мою руку Жаль, конечно, что ты не такая Нет Нет Ты точно конченый Сочту за комплимент Маша достала телефон из кармана И посмотрела на время Ладно, пора Тебе-то куда-то Только во втором дне появляешься Тебе пора, дурень И мне, и мне Саша запрыгнула Не отпускаемую руку Такое чувство, как будто бы Они поменялись ролями Но, правда, Славя не такая Славя, как будто бы Ну, не такая злая Пожалуй Я встал, задвинул стул И посмотрел на Машу сверху вниз Увидимся Да иди уж Она фыркнула и отвернулась Итаки Мас Что? Итена Послышалась мне Вслед, и в ту же секунду Мимо пролетела Саша А за ней пустой бомж-пакет И я сидел в автобусе И лениво перелистывал сценарий То есть они приехали в лагерь Чтобы снять фильм Но Но почему? Зачем? К чему этот смысл? Я не понимаю Мы, наверное, это только вообще В самом конце узнаем И какой идиот такой написал? А да Это же я Я отложил стопку листов А4 Неаккуратно прошитых степлером И уставался в окно А он режиссер тут получается Ведь действительно жарко Может быть, друзья Может быть, я какой-то рутни тот скачал Или что-то типа такого Даже без очевидных заявлений Шурика жарко И ведь вот Асфальту, например, наплевать Что по сценарию Вчера была зима Ему, видите ли, хочется плавать Именно здесь и сейчас И кузнечкам наплевать У них репетиция Кстати, а кто стрекочет? Сверчки или кузнечки? Или цикады? Нет, те плачут Ага, цикады тоже плачут Или как там Горелия-аниме какой-то есть такое И даже интернета нет под рукой Чтобы проверить Хотя зачем? Ведь все уже подписано И не подлежит редактированию Да и какую, собственно, роль Играют кузнечики в нашем фильме? Впрочем, неплохо было бы Снять в хоррор В духе американских малобюджеток Пятидесятых годов Например, мой кузен-кузнечик Или день сверчка Полет над гнездом цикады Да уж Если я просижу здесь Еще хотя бы пять минут То сам превращусь в насекомое И почему в советских автобусах Не ставили кондиционеров? Эй, алло, есть кто дома? Да, сейчас, друзья Реально жарко Вот я прям Прям можно сказать В 4D сижу и играю Потому что У нас уже тоже Тоже где-то около 30 градусов И сейчас ролики просто невозможно писать Так что Я не знаю Наверное, попытаюсь Поменьше их делать Хотя, в принципе Я их и так делаю каждый день практически Так, на меня был направлен мегафон А за ним сквозь плавящий Плавящий воздух Можно было разлететь лицо Ольги Дмитриевны Оставьте сообщение после Я почувствовал удар Эй, нельзя так обращаться с главным героем Вы хоть читали мой райдер? Все Чтоб это был последний дубль в автобусе Мне и самому Этого очень хотелось Все же на воздухе легче Чем в этой передвижной Люди-плавилке Да уж, в автобусе В старом еще Я помню, когда ездил тоже в лагеря В автобусах Дикий просто ужас был Там жарко было вообще, жесть Надо мной нависла камера Шурика И никто вообще о кондиционерах даже не думал Какие там кондиционеры еще Тоже Кстати, если сверху посмотреть То какие-то плакаты виднеются Но, правда, я не знаю Из каких Анимешек, может, или чего-то такого Так Я делал вид, что отчаянно не понимаю Где нахожусь Метался по автобусу Выскочил наружу Обошел Его со всех сторон Обессиленно рухнул на бордюр Стоп, снято Ольга Дмитриевна одобрительно улыбнулась Ведь можешь же, когда хочешь Да, пожалуй, желание здесь главное То есть, я не понимаю Но, в принципе, он также с автобуса Вылетал и прыгал на пол То есть, на этот, да Чтобы снять Тут, подождите Я сейчас У меня сейчас мозги поплывут Он, когда в реале Он в реале, когда выходил и падал Это то же самое было То есть, они сейчас снимают фильм Про то, что был здесь сюжет Это, это, это просто в голове не укладывается А теперь знакомиться со Славей Вот А, что? Как? Может, перерывчик? Змолился роутер Роутер? Мы сюда не отдыхать приехали А ну, марш в камере То есть, это все был фильм? Вообще, по-настоящему Это что? Или что? Он понурил голову И поплелся на свое рабочее место Мотор Я остался на ворота лагеря Задержав взгляд на статуях пионеров Я сделал несколько шагов вперед Из ворот показалась Саша То есть, Славя Привет, Семен Кун Меня зовут Меня, Славя, зовут Йорушкене Над площадкой повисло тягоносное молчание Даже гусенички перестали стреказать И казалось же Как и мы, завооружены, смотрели на Сашу У меня к тебе один вопрос Из-за спины донесся ужасающий и спокойный голос Ульги Дмитриевны Ты вообще читала сценарий? Ну, читала, да Но там все так скучно Кричать, ругаться, питься в истерике Было уже бесполезно Другую актрису тут не найдешь У нас всего три недели в этом лагере А вы? Она села на раскладной стул И принялась обмахиваться панамкой Ребята, вы хоть понимаете Что такими темпами мы не успеем У нас же еще столько материала Ну, можно же хоть немножко серьезно относиться к работе Как будто бы только мне это надо Кнот точно не работает, Саша Так что можно попробовать пряник Извините Я попробую еще раз Попробуешь Я живо представил, как главный герой изучает Незнакомую местность И в его голове крутятся миллионы теорий Он в шоке Он не знает, что думать А мозг готов взорваться Сознание уходит Тут появляется девочка Обычная пионерка Которая не подозревает, что с ним произошло Она просто приветствует героя Отправляет его к вожатой Я сделал несколько шагов Из вороты показалась Саша Должно быть новенький Да, вот она Вот это уже правильно Она говорит Боковым зрением я видел камеру Направленную на меня И постарался сделать Как можно более удивленное лицо Так, тебе к вожатой сразу надо Вот можете же Когда захотите Ольга Дмитриевна Выперла Вытерла под со лба Я тут с вами Посиди раньше времени А ведь все это Еще монтировать надо Эх Она посмотрела на часы Ладно, пока Пожалуй, все Даже я Не будучи трудоголиком Подумал, что за день съемок Как-то маловато А вам не кажется Кажется, но сил больше нет Как знаете Я обжал плечами Направился в лагерь Время приближалось К вечеру Да И вот Опять же Непонятно Возможно Вот это все Будет Как бы вам сказать Возможно Это все Может быть Просто наш сон Или тому подобное Ну, опять же Кто знает Пожалуйста, не спойлерите Потому что За раз я вряд ли Пройду всю серию Попытаюсь сделать Для вас серии длинные Но Не прям Там Часа два сразу Да Я за ужином За ужином Я сидел с Машей Сашей и Алисой Передо мной стояла Большая тарелка Доверху Наполненная Жареной картошкой С грибами Преимущество лета Овощи с грядки Лучше бы такую серть Я на съемках проявлял А что Тебе больше бомж пакеты Нравятся? Да что вы Саша отлично готовит Промочала Алиса Тебя не учили Что-то нехорошо Говорит с набитым ртом А ты вечно чем-то Недовольная Я Я Саша была готова Разрыдаться Господи Да успокойся ты Все очень вкусно Ня Маша нян Хочет Хочешь я завтра что-нибудь Маша посмотрела на нее Так что без слов Стало понятно Что продолжать не стоит Так Все таки скажи мне честно Не скажу Но ты же даже не знаешь Что я спросить хочу Знаю И что же Она уставилась на меня С видом победителя Почему я придумал Такой бредовый сценарий Тьфу Алиса Саша Засмеялись Не честно говоря Если так подумать Подождите Мику же не Дауну Она же нормальная То есть Ну Она пела песни Тому подобное Как-то странно Разве нет Вас то я смотрю Все устраивает А что Леда Природа Пляж Все отлично Могла бы В Турцию съездить Чего-то сюда Приперлась Алиса Непонимающе Пострел на Машу И углублилась В тарелку Но Мне что-то такое Сейчас чувство Как будто бы Я прохожу Какой-то мод Наверное Какое-то дополнение И возможно Это даже не Мику Рут Но опять же Друзья Я скачивал мод Да Я скачивал еще В самом начале Когда мне посоветовали И вот не знаю Честно И что хочу сказать Если это мод То это будет Конечно Очень обидно Но ладно Она догнула меня вилкой Не бойся вилки И бойся ложки Один удар И в череп крошки Вот вы мне скажите Он вообще нормальный? Семенкум Няша Саша обхватила Му руку И закивала головой А что тут такого Организовал нам Бесплатный отдых Я не понимаю Что я здесь сделаю В конце концов Тебя никто не держит Холодно Сказал я Да была бы Моя воля А чем ты все время Сама занимаешься Все других ругаешь Это твое появление Еще порядком по сценарию Небось готовишься Вовсю И перебил я ее А может и готовлюсь Двойные стандарты Тройные блин Ну так все же А что мне пригожешь делать? Я ничего Просто интересуюсь Книжки читаю Неуверенно ответила она И все же По актерскому мастерству Хватит уже а Сидим тут в глушении Интернета Ни телефона Не ловят Вообще ничего Если бы я еще Средства от комаров Не взяла Его и я взяла Ня Маша поздоровела На нее так Что Саша внезапно Стала занимать Куда меньше места Чем обычно Не понимаю я тебя Какой смысл Все Все время возмущаться Могла бы и не ехать Тебя забыла спросить Маша резко встала И направилась к выходу Маша Нян расстроилась Сказала Саша грустно Если она так расстроилась Сейчас То что будет К концу съемок Пионерская резня Бенцепилой дружба Не иначе На самом деле Я не понимал Почему Маша бесится Нет Она и с самого начала Не проявляла Особого энтузиазма Ни по поводу Сценария Ни по поводу Идеи снимать Это все В заброшенном Пионерлагере Но все таки Так агрессивно Себя не вела Может быть На нее действует Жара Или кузнечки Да точно Кузнечки Ведь они дико Мешают спать Вот бы была Такая кнопка Выпустить Отравляющий газ О чем задумался О кузнечках О что с ними Не так С ними все так Кузнечки Ня-ня Почему Ну они такие Страшные Не любишь насекомых Нет Я тоже Повисло Тегесное молчание Все таки Что бы нам Не Что бы не нашло На Машу Она всегда может Поддержать любой разговор Наверное даже О кузнечках Я тут же представил Как она живо Рассказывает Всем о своей ненависти К этим Мещадям Ада Которые Не только Имеют наглость Отправлять От своим присутствия И без того Несовершенный мир Так еще и стрекочет По ночам Нарушая ее Собственный внутренний Покой Тонкую душевную Организацию К нашему слову Подошла Ульга Дмитриевна Готовы к ночным Съемкам Ночным Может даже Начало не отсняли Да и вы говорили Что вроде бы На сегодня все Надо использовать Время по максимуму А то вообще Никогда не закончим Нельзя сказать Что я сильно устал Да и Хоть какую-то Заинтересованность В успехе нового проекта То есть Своего проекта Показалось Показать было необходимо Хорошо Что будем снимать Сцену в лесу Ночью со славей Нани-нани Саша услышала Что речь идет Про ее героиню И встрепнулась Только пожалуйста Но тут же Начала Ольга Дмитриевна В этот раз Придерживайтесь текста Хай-хай И перестань уже Хе-хе Она скрипнула Забами Развернулась И ушла Вот мне еще Такой вопрос Интересует Каким образом Я вообще Все это буду проходить Это что по новой Все с самого начала Смотреть как это все было Это как-то странно Мне кажется Хотя это опять же интересно А что там за сцена Что не читала сценарий Нет конечно Гуртой сказала Алиса Мне вполне достаточно Тех мест Где появляюсь я Я не стал Утомлять ее разговорами О том что До конца Понять своего героя Нужно составить Цельную картину Происходящего Там я наблюдаю За славей Которой танцует На берегу лесного озера Ня-ня Как романтично И раздеваются При этом Я Саша Непонимающе Посмотрела на меня Через несколько секунд К ней Пришло сознание Раздевается Не полностью Не волнуйся Ну если С тобой Она покраснела Да Похоже Эта девчонка Не только Обсмотрелась аниме Но и от рождения Отличается Особым умом И сообразительностью И почему Ольга Дмитриевна Именно так Подбирала Роли Как по мне Так Маша Куда бы лучше Подошла на роль Славя А Саша На роль Мику Да вот я же говорил Видите как Поменяли Местами Как будто бы Впрочем Решает режиссер А она у нас С Ольга Дмитриевна А там будет это Что Саша Непонимающе Уставилась на Алису Нет То есть вообще Не будет В этой сцене Нет Значит будет позже Алиса Ехидно ухмыльнулась Если тебе так интересно Взяла бы И прочитала сценарий уже А мне совсем Не интересно Алиса Встала из-за стола Ладно Пойду я А Так что Это Что будет Ничего Иди готовься Солнце уже садится Ня-ня Саша вскочила И побежала к выходу Я доил картошку И тяжело вздохнул Да Такими темпами Нам точно не снять Даже половины Может конечно В конце написать To be continued И превратить Все это в эпическую сагу От студентов Зашатанного Зашатанного Провинционального института Кино и телевидения Я внезапно почувствовал Что мне в принципе Уже все равно Готов? Я вернулся И увидел Шурика Я то чего? А ты как с ночными съемками? Ох Как-нибудь Ну Ок Тогда пошли Было бы В принципе Разумно Все это Объяснить тем Что тут всего лишь Фильм снимается Но Вопрос в том Что будет еще Концовка Про Юбао А эта концовка Явно к фильму Никак не относится Хотя Вот фиг его знает Вообще непонятно Вечер И наконец-то Похолодало Даже слишком Я сидел на пеньке И кутался в легкую кофточку Пока остальные Расставляли камеры Освещение И почему я этим Должен заниматься Меня ведь даже В этой сцене нет Маша Натягивала между деревьями Светоотражающее полотно А кому еще У нас и так Не хватка кадров Вот и взяли бы Больше народу В съемках такого шедевра Любой бы согласился Поучаствовать Ты чем-то недовольна Ольга Дмитриевна Грозно посмотрела на нее Нет Все в порядке Пожалуй режиссер Был единственным человеком С которым Маша Спорить не решалась Интересно почему Боялась наверное Ко мне подсел Шурик Как думаешь Сделаем за 2-3 дубля Не знаю Не от меня зависит Я кивнул в сторону Саши Которая усердно прыгала На берегу озера Входя в роль Понятно Шурик обреченно вздохнул Направился к камере Ладно пора начинать Я спрятался за деревом Камера Мотор Да но это мы кстати Все видели Помните да наверное Ну те кто был На стримах Мимо меня Пританцовывала Пританцовывала Прошла Пританцовывая Прошла Саша Я не мог не отметить Что при дополнительном освещении Смежным со светом Со светом луны Она выглядела глупо Но это дело оператора наверное Так будет в итоге лучше Я медленно вышел Из-за дерева Направился к ней Саша медленно шла Вдоль берега Словно порхала Скидывая по дороге Пионерский галстук Растегивая рубашку Получалось у нее Действительно здорово Уверен что она бы Стала прекрасной актрисой Немого кино Ага Вскоре Почти три часа подготовки Я догнал ее Я догнал ее только на площади Ну что тебе еще А зачем ты его везде с собой таскаешь А зачем ты его вообще с собой таскаешь Она показала Мику Мику Попустила голову на колени И положила голову на колени Я вот честно говоря Опять же не понимаю Ну Мика Руд Да в принципе Но У них По идее Как любовь тут В оригинале Да То есть не в оригинале Да я даже не знаю Что это пока что Не мешаю Нет Просто устала Или она может быть Подбивает к нам Клинье Она посмотрела Мне прямо в глаза Но я отвел взгляд А почему все не можешь Все не может быть так как раньше Как Ладно тебе Это было совместное решение Ты же понимаешь Но все равно Она обняла меня за талию И мне стало еще больше Не по себе Зачем ты вообще сюда приехал Мы приехали да Кино снимать Попытался шутиться я И ведь если бы не ты Я бы никогда не пошла В этот институт Могли бы уже Она вздохнула А теперь Думаю что вспоминать О прошлом в таком констексте Не самая лучшая идея Для тебя может быть А я же все считаю Что мы зря Ты сама этого хотела Они наверное расстались Получается Да как бы И она пытается Восстановить отношения Может быть Никогда я этого не хотела Обиженно сказала Маша Конечно значит А я хотел Значит и хотел Она отвернулась Но не встала с меня Вот ты вечно так Это тебе не нравится То тебе не нравится Почему не относишься К жизни проще Смотри какое прекрасное лето Какая прекрасная ночь Мы снимаем прекрасный фильм И все у нас хорошо Сам то в это веришь Я бы просто имел право на жизнь Верю отчасти Все идеально Конечно не бывает Но а что плохого Все плохо Мне показалось Что она готова заплакать Лагерь это дурацкий Сценарий твой Все плохо Все плохо Ведь уже не ребенок Мог бы завести семью Найти работу Эй Мы тысячу раз Это уже обсуждали Да и расстались Поэтому По твоей инициативе Потому что тебе Видите ли Все плохо Зато тебе всегда хорошо Только дураки Радуются всему подряд Я не радуюсь Точнее радуюсь Тем вещам Которым стоит радоваться Занимаясь любимым делом Получая от него удовольствие Получаю ли? От меня ты значит Удовольствие не получаешь Она приставала И прижималась к моей груди Может не надо? А что такого? Как будто бы не хочешь Я не знал что ответить С одной стороны Теребить старой раны Не хотелось Но с другой Я четко понимал Что отказаться В данный конкретный момент Не смогу И было уже все равно Что возможно Они все еще спят И нас может кто-то увидеть Но зачем? Что потом? А какая разница? Ну раз так Хм Офигеть Кстати Друзья Мод хантая Я так У меня не получилось Сделать Но В принципе Тут он не важен Я не знаю Все пишут Типа Вот даже можно Вот так вот сейчас Открутить Говорят Вроде как Вниз Вниз Вверх Вверх Лево Право Лево Право Б А Но у меня не получается Я могу Вверх Вверх Не смех Лево Право Лево Право Б А Тоже Ни в какую Не знаю Почему Может быть Что-то со шрифтами Там надо Ставить Там вроде бы Где-то Что-то Говорилось Крупный Вот тоже Обычный Тоже Непонятно Автопереход Скорость Ну Наверное В принципе И не важно Что там За эти Так Сидяющий лунный свет Отражающий В капельках воды На ее коже Липкий песок Прохлад летней ночи Жар тела Тяжелое дыхание Вздохе Наслаждение Все слилось В один короткий миг Ладно Пора спать Завтра тяжелый день Ольга Дмитриевна Точно нас загоняет Я медленно Застегивал рубашку И смотрел на одевающуюся Машу С каким лицом Она даже не похожа На свой характер Который описывается Я не хочу одна спать Тихо сказала она Что кузнечков боишься? Не кузнечков Сверчков Я и не боюсь их Она отвела взгляд И немного покраснела Просто ну Непривычно Могла бы уже привыкнуть За столько времени Я подумал Что в общем Ничего плохого В этом не будет Тем более После всего случившегося Ладно А где? Маша Вопрош Вопрошающе Смотрела на меня Есть еще пара домиков Незанятых Для будущих сцен Ну вот Воспользуемся реквизитом Так сказать Хорошо Она улыбнулась Встала Взяла меня под руку И мы медленно Направили в сторону площади Вот Опять же Непонятно Сколько будет дней Будут ли они вообще тут? И Или оно будет все сразу Вот плавно идти? Непонятно Ну мы в принципе Вот по ходу Переночевали и тому подобное Давайте друзья На этом мы останавливаем Наши прохождения А серии будут выходить Я тоже думаю Что каждый день Я в принципе Постараюсь Так выкладывать Мне в принципе Самому очень интересно Что же дальше будет И Пройдем еще там Пару концовочек Я думаю Еще пару серий Ну серии 3 Максимум Мы сделаем А может и больше Хрен его знает Ну с вами был Блудлин Пишите обязательно Комментарий Не спойлерите Вот самое главное Потому что за спойлер Я буду банить И можете подсказать Там что-то Не знаю Ну пишите конечно же В ютубе Ну всем пока Всем удачи Хорошего настроения И ждите следующую серию Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...